видеть в нем сияющее присутствие Духа Святого. Конец цитаты. И здесь, на мой взгляд, нечто большее, чем этические обязанности по отношению к другому. Мы можем увидеть Бога и в себе, когда, по словам Антония Сурожского, нас охватывает созерцательное безболвие перед лицом величия Божия и нашей собственной красоты. И нет пути обнаружить, кто есть Бог и что есть Бог, если мы не обнаружим святость и красоту в себе самих. Конец цитаты. Конечно, все это гораздо глубже наших чувств и пониманий. Здесь любящая вера Божия становится основанием всего. Можно сказать так, Бог верит в меня, я любим им, следовательно, я существую во всей полноте бытия. Основание мира и человека – это предмет веры. И вера Божия закладывает такую антологию, в которой мы можем, мы способны, мы вновь обретаем способность верить и лишь затем что-либо знать. И прочность этого основания такова, что мы можем быть уверенными в любви Божьей и благости мира, в Божьих прощения и принятия. И здесь совершается переход от веры к любви, восстанавливается их связь. Если Сурожского больше интересует антология веры, то есть предоснование и предписание относительной реальности, то Кенри Дубина – экзистенция любви. Даже во множестве, пожалуй, экзистенции и любви. То есть те жизненные ситуации, в которых человек открывается Божьей любви и преображается ею. Если в случае с Антонием Сурожским закладывается возможность жизни по вере, то во втором случае жизнь проживается в любви, вера сбывается, воплощается, реальность расцветает, раскрашивается, освещается, потому что, по словам Дубина, цитата, «благословение создает реальность, которую обещает». Конец этой короткой цитаты. «Быть возлюбленным» – в этом по убеждению Генрия Дубина суть Божьего обращения к человеку и основа основ для христианского свидетельства. «Быть возлюбленным – это глубочайшая истина нашего существования», – говорит он. «Это его уверенный вывод из многолетнего опыта личных поисков, служения ближним и жизни в общении». И как в случае с Антонием Сурожским, здесь речь идет о фундаментальном уровне, то есть не о христианском, а о человеческом бытии. Цитата. «Слова «ты, мой возлюбленный» раскрывают самую глубокую правду обо всех людях, независимо от того, принадлежат ли они какой-либо религиозной традиции или нет. Если Бог любит нас безотносительно к нашему положению, то, цитата, «самое большое искушение в нашей жизни – не успех, популярность или власть, но неприятие себя». «Для новина эта истина видится не абстрактно и однобогодуховно». Еще одна цитата. «Это влечет за собой долгий и болезненный процесс вхождения в истину или, скорее, воплощения ее. Необходимо стать возлюбленным в будничной жизни, постепенно преодолевая пропасть между моим призванием и множеством конкретных моментов повседневности». Конец цитаты. «В конце концов, истинный о вере и любви ставят вопрос о примирении с реальностью или о ее примирении, в смысле преображении». Еще одна цитата. «Может быть, задает вопрос Нувен, передо мной стоит вызов так довериться любви Божией, чтобы больше не бояться вступить в секулярный мир и говорить там о вере, надежде и любви. Может быть, место, где, возможно, преодолеть этот разрыв находится внутри меня. Возможно, разделение между секулярным и священным может быть преодолено, когда и то, и другое будут распознаны как стороны жизни и опыта каждого человека. Но Вин уверен, что подлинная реальность открывается взглядом мистика и молитвы. В этом убеждает, кстати, и историческое христианство. Цитата. «Долгая и мучительная история церкви есть история людей, вновь и вновь испытывающих искушения в предпочесть власти и руководства любви, кресту и послушанию». Конец цитаты. «Нувен избрал свой путь в христианстве от структур к человеку, и этот путь предполагает погружение в правду в правду человека во всею противоречивость. Мы призваны, — говорит он, — честно и мужественно спуститься в самые глубины своего существа, чтобы выйти навстречу, собраться и наполнить сердце не освобивающей заботы о ближниках. И прежде всего мы призваны выйти навстречу Богу в молитве, которая постепенно становится подлинным голосом нашего сердца. Выйти навстречу, — конец цитаты, — выйти навстречу Богу другими себе — это, конечно, только начало длительного и сложного пути, где есть спуски, подъемы, пропасти и вершины, темные световые моменты. Поэтому он говорит, что духовная жизнь не знает о вольных путях. Мы должны пройти и через моменты отчаяния, и через моменты обезбоженности. Все это нужно пройти, пережить, вместить, осмыслить как часть необходимого духовного опыта. Пути Нувена ведут в глубину, тишину, одиночество. Он пишет о внутренних мирах, как о более реальных, чем социальные отношения или материальные вещи. Хотя материальные и духовные переплетаются, и нужно привести свое тело домой, это название подразделов, нужно быть в своей внутренней горнице, видеть глазами любви, слышать внутренний голос, но все это открывается нам лишь тогда, когда мы открываемся к Божьей любви. Я перехожу к выводам. Уверует ли богословок человека? Христианский гуманизм после явленного и сказанного Сурожским и Нувеном неизбежно должен стать богословским. То есть богословски непротиворечивым и богословски вдохновляемым. Он должен питаться и направляться к богословию, но он же должен пропитать богословие, или говоря евангельским языком, заквасить его своими интуициями, настроениями и откровениями. Причем речь идет не только о богословии, и не столько о богословии академическом, но о богословии церковном, пастырском и даже народном. Подобные идеи выражались и ранее, чего стоит название, скажем, книги Бальтазара. Достойно веры лишь любовь. Но, как правило, адресовались эти темы узкой книжной интеллектуальной аудитории. Здесь другая ситуация. Сурожский сделал эту тему основной темой своих проповедей. А Нувен, можно так сказать, расшивал ее в популярных книжках. Оба обратились к богословию человека не в порядке гипотиз, но в порядке исповедования и провозглашения проповедей и миссии. Если Бог верит в человека и называет его возлюбленным, то что это меняет или должно менять богословие? Если это главное, то как согласовать с этим главным целую систему второстепенного? Оба наших автора, и митрополит Антоний, и священник профессор Генри Нумен, были и остаются очень популярными среди самых разных конфессий. И при этом для своих конфессиональных структур и соответствующих им официальных богословий были и остаются крайне неудобными. Настолько неудобными, что за ними закрепились и по сей день героики либералов, гуманистов, проповедников религиозного гипотизма, гуминистов и так далее. Кажется, что в своем святом дерзновении Антоний Сурожский и Генри Нувен вышли за пределы церковно-богословской системы. В самом деле, если человек икона, если Бога можно познать через человека, если человек спасен уже, одна из коротких цитат, уже потому, что Бог его любит, это, кстати, Антоний Сурожский, то зачем еще что-то нужно? Церковь, догматы, литургии, благочестия и так далее. Однако, все станет на свои места, если мы посмотрим на те же идеи, как на первоначало, как на аксиомы богословия. Они не заменяют и не отменяют всего другого, но все с них начинается. А без них не начинается или начинается неправильно. Если в самом деле Бог не верит в человека, то как мы можем тогда верить в Бог? Если мы не возлюблены, то как мы можем стать и быть, открыться и откликнуться? Христианский гуманизм после Сурожского войну виновил популярный, ортодоксальный и фундаментальный характер. Первое означает беспрецедентные охваты влияния. Второе, можно так сказать, прописку большой церковной богословской традиции. А последнее означает, что он имеет значение не только для религиозных людей, но и для человека как такового, а значит и для наук, которые им занимаются, и для картины мира, в которой они сами возможны. И последнее. Остается вопрос к богословам. Уверуют ли богословы в человека? Можно спросить иначе, уверуют ли богословы в Бога, который верит в человека? И если уверуют, не будет ли это величайшим чудом в нашем времени и лучшим свидетельством миру людей и наук? Если не уверуют, то кто и где будет верить и хранить эту веру, если не они? И закончу очень лично. Я прочитал Библию в 10 лет. И один из наиболее поразительных стихов я встретил в Евангелии от Иоанна. И уверовали в него ученики его. Так закончилось чудо в Хане Галилейской. Люди отпраздновали, выпили, порадовались, поблагодарили, но о вере даже не думали. А вот ученики задумались. Кто же это? Что это значит? Что за сила? Что за личность? Еще тогда в детстве я подумал, что эти все чудеса были нужны тем, кто уже имел веру в себе, кто уже был учеником Христа, тайным или явным. Это было для них. Если бы ученики не поверили тогда, они не ходили бы за ним дальше, они не совершили бы потом многих чудес, и не отдали бы всю свою жизнь на служение ему и людям. И сейчас я задаю вопрос, уверуем ли в него мы, ученики его? Уверуем ли мы в него, как в того, который верит в нас и любит нас, и потому достоин нашей веры и любви? Ведь мы сможем верить только в того, кто сам поверил и полюбил нас, когда мы были еще гречники. Ведь только тогда, когда от его веры уверуем и мы, ученики его, только тогда, не раньше, сможет уверовать и весь мир, от Иерусалима до края земли, от римского сотника до эфилопского евнука, от протестантского либерала до католика-фаписта, от православного ортодокса до православного атеиста. Спасибо за внимание. Вопросы к Михаилу. Это не вопрос, это реванка. Вот когда я тебя услышал, что мне пришло на ум, вот это пассаж Достоевского, я думаю, я давно это читал, в песах есть какой-то генерал, который вдруг задает вопрос, там идет разговор о Боге, а этот генерал задает вопрос, а если Бога нет, какой я генерал? А я думаю, что это у Достоевского, немножко как у Леона Бруа, это немножко слишком этого, потому что теперь с возрастом, потому что тогда это на меня сильное впечатление произвело, это изречение генерала. Но теперь я думаю, вот то же самое, если ты хочешь быть хорошим генералом, со всеми обязанностями, выполняй свой долг, и тогда, может быть, ты уверуешь, будешь верить, или если ты не будешь верить, то вокруг тебя, то люди, смотря на тебя, будут веровать. И я теперь так это вижу, но это то же самое, что сказал отец Франческо. Спасибо.